На сцене пока четверо. Это пока. В актерском составе не формата, а на самом деле семеро смелых, кто решился пройтись по бессмертной классике. Собственно, нет в этом ничего удивительного. Шекспира репетируют артисты первого, второго и третьего года выдержки. В труппе тюзер работают первый, второй и третий сезон. Поют не по-нашему по-английски. Уже Шекспир. Есть еще текст, стихотворный, узнаваемый. Но сопоставив число действующих лиц пьесы с числом действующих на сцене актеров, понимаешь, на всех явно не хватит. А значит, будут меняться и брать на себя сразу несколько ролей. Сказать, что мы здесь будем переворачивать все с ног на голову, может быть. Может быть. Это такая экспериментальная площадка для общения со зрителем. Это в первую очередь. То есть мы будем приглашать сюда тех людей, которым необходимо общение на те темы, которые мы будем задавать. Пять метров в ширину, семь в длину. Вот и все сценическое пространство. В зале разместятся человек 30. А значит, разговор о Шекспире будут вести тет-а-тет. Актеры о том, что пока не случилось сыграть в театре репертуарном. Собственно, Шекспира и его печальной повести в афише Тюза не было лет 30. Чем не повод поговорить и об этом? Весь спектакль минут на 45. Тоже не формат. Если помнить, что оригинал написан на все четыре акта. Вспоминая свой юношеский максимализм, для меня пьесы Шекспира казались слишком пафосными. А сейчас нет. Сейчас-то читается, смотрится, слушается совсем с одной стороны. Ты через стихотворный текст понимаешь обычные переживания людей без какого-либо пафоса. Спектакль собирали из этюдов, маленьких отрывков пьесы. Но получилось как-то логично. Без декораций и технических выгрутасов на неформатной площадке идет неформальный диалог о любви. Здесь не будет и актерских масок. Все рядом на расстоянии, вытянутой руки, искренне и от всего сердца. С песнями и не только, потому что именно так молодые артисты слышат, видят и чувствуют пьесу, написанную в 16 веке. В каждом человеке есть Ромео, в каждом мужчине есть Ромео, в каждой девушке, женщине есть Джульетта. И то есть все люди, по сути, они любят того, кого нельзя любить и хотят быть тем, с кем невозможно быть. Негромко в полголоса, так, чтобы услышали на последнем ряду. Шекспир со сцены с истории Звероны рождается сейчас. Впрочем, сами артисты подшучивают. Да, мы ударили по Шекспиру, а он бьет в ответ. Кто победит в этом поединке, узнаем совсем скоро. Елена Рулем, Руслан Асанов, Центр новостей.